Компания Троя Ультра Ресторан Берческий Мост Компания Балтик Мастер Ресторан Дежавю Кафе Шантан Представляет Александр Друз в роли Капитана Антон Турчин в роли Кока В роли лоцмана Сергея Прохорова Кулинарная прогулка Программа о кулинарии и не только Добрый день, дорогие друзья Вновь я приглашаю вас на нашу кулинарную прогулку Для тех, кто постоянно смотрит нашу программу Вы, наверное, помните, что у нас в последней передаче Была стычка с капитаном И досталось блюдо фуагра с трюфелями И по этому случаю он выдал мне форму Вы видите, появилась эта симпатичная Французская тюбетейка, кепочка Как хотите Я вам по секрету скажу Мне удалось подглядеть в бортовой журнал Нашего корабля, теплохода, судна Кто как его, собственно говоря, называет И я вам подскажу тему Это вообще военная тайна Это тайна нашего корабля Сегодня у нас аристократический Петербург И понятно, что кухня тоже будет аристократической То есть еды будет очень-очень мало Ну и гость, соответственно, тоже должен быть, мне кажется, аристократом Поэтому мы гостя очень подбирали Если мужчина, то он обязательно должен быть в смокинге Если женщина, то она должна быть в вечернем платье Вот, кстати, я просил гостя быть в смокинге Но смотри, что он, конечно, я так думаю, что он думает, что он пришел в смокинг На самом деле он без смокинга Но все равно он соответствует аристократическому Петербургу Это наш замечательный артист Ныне иногда работающий в Москве Здравствуйте, Борис Смолкин Здравствуйте здравствуйте а вы кто я лоцман на этом корабле меня называют лоцманом хорошо вот но сейчас хотел бы я познакомить с нашим кораблем вас красиво с экипажем с нашим коком с нашим капитаном пойдемте на корабль пойдемте на корабль я вас познакомлю боитесь по моему ступить на борт нашего корабля дело в том что поскольку вы не представились по-человечески по-человечески лоцман хотя и другая фамилия поэтому когда человек говорит что он лоцман до будущей сергеем пробовым меня это настораживает нет лоцман это должность я думал что это какая-то другая фамилия это лоцман это должность например у нас капитан это человек который знает это тоже не фамилия капитан у нас практически все потому что вы его тоже можете встретить во многих различных телевизионных программах наш капитан александр друзь можно с капитаном поздороваться сегодня специально для вас взял в руки трубку трубку вообще он не курящий вообще не курящий человек вот сейчас он начнет не капитан нет он капитан он капитан потому что он единственный знает вашей маршрут сейчас он начнет рекламировать вот нашего спонсора но перед этим перед этим я представлю вам нашего кока давид так правильно тача капитан вы просите говорить кок шеф-кока шеф-кок он же шеф-повар ресторана дежавю антон турчин ну и собственно говоря пусть это вас не смущает нет это не должно смущать это надо пробовать это надо пробовать это очень вкусно это от нашего генерального спонсора мясоперерабатывающего завода стрелец борис попробуйте вашего стола венец вот это вкусно это действительно вкусно это все гости начинаются это у нас на корабле а маршруте скажете да кстати маршрут у нас сегодня маршрут очень интересный у нас сегодня аристократический петербург я это уже сказал на самом деле нашим телезрителям потому что совсем недавно подсмотрел в бортовом журнале ну что ж располагайтесь чувствуйте себя как дома на борту отдача во рту генеральный спонсор проекта компания стрелец спонсор проекта ресторан перческий мост благодарим за помощь в проведении съемок ресторан дежавю кафе шантан набережной реки фонтанки дом 30 ну когда я капитану я так понимаю мы все-таки отходим от берега так потихонечку конец вот и мы сегодня у нас аристократическая весь кухня да то есть такая немного будет еды да я так понимаю английская кухня в этой поиске английская 812 года войны когда всех французов что модно на них резко прошло и в отрывов и началась английская в заселе простая аристократическая кухня а из чего в россии делали порч 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 еврейский или такой порч это вся порч у меня слышится борщ я думаю что такой борщ с акцент порич из манки делали из чего чего угодно но это же но это опять же не русская не ну как бы в россии это тоже было всегда но и в англии это было всегда только в англии она была конечно овсянка сэр это мы все знаем но кроме овсянки гречневая крупа у них тоже растет и манная тоже это все у них есть но почему-то в английском кухне традиционно прошла именно овсянка может быть я так считаю что на самом деле сколько раз я был в англии то нигде овсянку не не едят овсянку но я думаю что это и что вообще кашу по-настоящему надо варить на воде а все что остальное добавляется потом и молоко и станочка варенье тоже потом иначе выварится конечно да потому что она изменит свои свойства свои витамины там не витамины больше делать с ней все что хотите любые сливочное масло изюм орехи кладут мне уже следать еще тут мы не будем делать итак виздерский суп а что это очень сложный суп там очень много всего и там надо заранее варить бульон телячьих ножек там мы естественно в таких условиях как мы боевых на корабле мы ничего заранее варить не буду я все буду делать или минут как говорят французы все будет сразу я буду варить телятину я буду у меня есть только вареное мясо говядина все в конце перловка в конце и англичане по книгам они перетирают перловку я ел вензор где не перетертая перловка это как в италии да также и в англии также в россии в каждом доме своя каша в принципе этот суп больше похож на кашу чем на суп да там и макароны и перловая крупа и яйцо сырой и и сыр пармезан который кстати в англии тоже был в это время так что это хорошо что он рассказал чтобы мы уже были готовы потому что есть придется много и долго я уже просто заметил что антон не очень любит когда люди стоят над душой почему не я не люблю я просто начну отвлекаться у меня начнут спрашивать я начну отвечать потом забудь посолить я забыл посолить я могу пересолить забыть я не забуду а зачем нам это должна быть какая-то изюминка в кухне пересолили все по рецептам влюбленный повар будешь лечиться по книге умрешь от опечатки вот это я думаю что мы пойдем помучим капитана потому что сейчас как только мы поплывем вы знаете если антон сделает ошибку в еде бог с ним но если капитан сделает ошибаться это кончится я извиняюсь то есть капитан я тут случайно залез в бортовой журнал там кое-что посмотрел вот я обратил внимание что вы пишете что во время рекламы спонсоров я вам все время мешает поэтому я замолкаю чтобы спокойно могли сделать мы можем вообще уйти сахалка дел северная года рекомендую попробовать это вот самые разные морсы сейчас выпускаются под этой маркой не клюквенный брусничный из разных ягод попробуйте но я так думаю что давайте коснемся немножко аристократов вообще в жизни петербурга когда они еще появились здесь да при петре первом сразу появились но вообще самое аристократическое место петербурга это английская набережная этот мысль надежный красного флота бывшие английские ну а кто когда жили он бывшая для кого-то битвая красного флота для меня конечно она бывшая английская и она снова английская она основа английская от А дальше она будет снова Красного флота, конечно. От Сенатской площади. Вот она будет Красного флота. Да сам Сенат-то. Сенат разместился в бывшем дворце канцлера Бестужева. Когда его сослали в ссылку, в 50-х годах, 18-х годах, здесь разместился Сенат. А чем провинился? Умен был больно и не слушал. То есть Пересила иногда? Пересила Елизавета Петровна. Свою политику пытался вести. Я всегда говорил, не надо вообще власти Пересить. Не надо, не надо. Смотри, какая власть. Смотри, какая власть. Ну и в общем-то все дома на этой набережной, это были особняки Вельмоши. А то есть сюда пришли англичане. Они начали покупать здесь дома в Петербурге? Им отвели участок, как всем дипломатам. Отводили участок на набережной. И здесь они жили. А самое известное, конечно, прямо начинается дом номер 4. С колоннами. С колоннами. Это дом, знаменитый особняк графов Лавали. Кому сейчас принадлежит этот домик? Сейчас государственный архив, но... Но это временно. Ну, вообще, вот в этом доме дочь Лавали, она вышла замуж за Трубецкого. Екатерина Трубецкая, она вот знаменитая женщина декабристка, которая поехала замужем в Сибирь. Вот здесь она тоже жила. И здесь Пушкин, когда она отправлялась в Сибирь, передала их послание декабристам. А в это время на камбузе. Ну что, будем делать суп потихоньку. Кошмар. У нас перчика нету немножко. Перчика острого? Ну, вот такого вот этого. Вот это перец. Это белый перец, это черный. Крупного? Ну, так, чтобы капитану в морс положить. А, в морс, да. Такой нелегкий суп этот, Винзор. Я буду делать его в своей интерпретации, не изменяя вкуса супа. Опять же, мой любимый мед вместо сахара. Вот, значит, мы варим макароны, которые потом пойдут в суп. Теперь я нарезаю телятину, которую в настоящем рецепте не мясо, а ножки телячьи, то есть, как бы такие, которые используют на холодец, у свиней, например, я их вывариваю, чтобы сделать из них бульон. Но так как в современной кухне у нас есть соус демиглас, готовый, сухой, то я буду использовать его. Это просто проще и быстрее. А телятину мы будем использовать как мясо, как наполнитель, что, по-моему, будет намного вкуснее, эффективнее, чем вываривать какие-то там телячьи ножки, которые неизвестны, где можно купить. При всей простоте и аристократичности Англии у них было достаточно все грубо. Грубая пища, как говорили, нам полезнее. Ну, в принципе, это и сейчас так. Она намного полезнее для человека, для желудка, чем мягкая пища. Поэтому и хлеб со трубями полезнее, чем мягкая булка. И недоваренная картошка или недоваренные макароны, как у итальянцев, тоже полезнее, чем переваренные. Этим и отличается русская кухня от остальной. То, что в России все всегда варили в усмерть, добивались больше вкуса, чем полезности. Вот, это у нас перловка. Она должна перетираться через сито. А зачем тогда перетирать вареную перловку, чтобы из этого получилась какая-нибудь каша? Я не хочу кашу, я хочу нормальный суп. Вообще дома все вот особняки. Красивые. Да, и... Вот дом 16, например, это бывшее Министерство иностранных дел. А цвета, цвета какого 16? Это оно. Да. Ну, как бы, Министерство иностранных дел было на набережной, здесь же, на английской. Английское посольство туда за мостом, а Министерство иностранных сделал здесь поблизости. Пушкин был чиновник 10 класса в Министерство иностранных дел. И Грибоедов тогда ведь тоже. И Грибоедов. Все работали. Действующий дипломат. Да. Не, ну все... Они были отчасти дипломаты, отчасти поэты. А, кстати, вот я слышал еще какая-то очень забавная легенда с мостом, да, вот с этим. Ну, может, это... По-всякому, Николаевский, Благовещенский, Витяновский. Вообще на английской набережной первое мост, здесь. Сначала был первый вообще мост в городе, Исаакиевский мост, который с Васильевского острова вел на Сенатскую площадь. Вообще самый первый постоянный мост в городе, ну, постоянно относительно, потому что он был на плавной. Ну, там остались еще выступать, да? Да, его разбирали весной и осенью на время ледостава и ледохода. А потом первый мост, самый первый мост в Петербурге был постоянный, это вот Благовещенский. Там же церковь Благовещения была. Я слышал, что вот чедак, который его строил, проектировал, он, значит, когда узнал, что за каждый пролет будут давать ему звание, ну, я не знаю, может, это легенда, но очередное звание, он увеличил вот это количество пролетов. Вообще должно быть всего два или три. Он, поскольку знал, в итоге начинал строить капитаном, начинал строить капитаном, а закончил генералом. Танислав Кирпиц, чудака звали. И вообще-то легенда, ну, действительно, капитаном начал и закончил генерал-майором. Тяжелая была история, здесь строить было очень неудобно, вообще опыта строительства постоянных мостов не было. И строили семь лет, с 1843 по 1850 год. Течение здесь бурное, глубина большая, но он придумал специальную машину, которая бы облегчала работу для забивки свайтом, придумал специальную машину и запатентовал ее, внедрил. Но вообще, может, было немножко другого вида. У него было два пролета там, в разводной части правого берега была развилка такая. Вообще, отводился мост в сторону, течением его отводила в сторону, а потом его на лебедках обратно сводили. Такой примерно суп я ел в Англии. Макароны почти готовы уже. Значит, я добавлю немножко демигласа заранее. В перловку я выбью сырое яйцо. Не в перетертую, а в цельную перловку. Перловка, как вы успели заметить, заранее отваренная. Я поклонник современной кухни, получаю старые рецепты, соединяю старые с новыми рецептами, придумываю свои. По-моему, это намного интереснее, чем делать то, что кто-то уже когда-то делал по тысячу раз. Сюда же в перловку я кладу пармезан. Пармезан, хотя это итальянский, французский сыр, в Англии он тоже был всегда. Бытует мнение, что в Англии мало сыра, так вот в Англии очень много сыра своего. Я даже боюсь начинать перечислять, там не меньше, чем в Италии и во Франции сыром. Сейчас я налю немного воды. Когда он закипит, я скину туда перловку, макароны, нарежу зелень и петрушки, положу немного горчицы. Вот благодаря демигласу, а не бульону телящему, он стал такого же цвета, как обычный вензор, то есть коричневый цвет. Потом я добавлю красной сладкой паприки с супой, он станет еще более коричневым. Это острый соус. Для того, что я люблю. Так что зря он подсыпал друзю. Это будет намного круче. Дающему воздастся, как сказали. Макароны готовы. Сейчас я их солью. Теперь будем это дело пробовать. Остренько, но не хватает соли. Положим соль. И, я думаю, еще демиглас. Порежем петрушки. В любое блюдо в Англии кладут зелень. Не важно, что это. Петрушка, тимьян, эстрагон. Такая национальность, такая нация, которая любит здоровую пищу, поэтому зелень кладется абсолютно во всем. Думаю, лавровый лист можно еще положить. Все, пусть варится. Кстати говоря, вот здесь, на этой же набережной послы жили, да, и здесь же жил Бисмарк, когда был знаменитый железный канцлер Бисмарк. Он случайно сюда приехал? Он не случайно сюда приехал. Он приехал прусским послом. Когда он был прусским послом в России, он жил на Английской набережной. Причем, надо сказать, что, в отличие от других прусских послов, он осваивал русский язык, выучил. Я где-то это слышал. У него было какое-то колечко, да, такое? Колечко с любимым словом, которому очень понравилось. Мне понравилось, да, ничего. Слово-то такое очень значимое. Как вы себя чувствуете? Ничего. За границей не очень понятно. Ничего, да. Ничего. А, да. Может, ничего получилось у нашего повара? Да, посмотреть, как получилось у нашего повара. Виндерский суп. В дежавю, где он работает, постоянно он готовит замечательно. Виндерский суп, да. А вот здесь у меня как-то все время... Ну, и в привычных условиях. Все-таки у нас не ресторан, не кухня, а гамбуз. В привычных условиях каждый дурак может приготовить. Хотелось бы спросить, а Виндер – это какое графство в Англии? Это город такой. Это вот Виндер. А там же есть еще княжество, либо графство. Виндер – это вообще королевская резиденция. Борис прав. Извини, Борис. Это очень королевский суп. Да, королевский. Именно так есть. Виндер. Пойдемте с ним пробовать. Пойдем, попробуем. Как берем закуску с собой, напитки с собой? Просто напитки надо, потому что суп обязательно надо запивать. А вот время на камбузе. Так, ну что, теперь мы доводим до вкуса наш супчик. Доводится до вкуса розовым или красным уксусом. Чуть-чуть. Красным вином. Куча горчицы. И в конце перловка. В дежавю был когда-то похожий суп. Английский суп «Окстейл» назывался. Он был. Но это зимний суп, и хлеб там обычно не едят. Это суп из бычьих хвостов. Такой же густой. Он без перловки, но там много овощей. Он такого же коричневого цвета. В самом конце мы положим чуть-чуть сливок и еще пармезана, когда они уже придут. Вот это почти каша. Очень жидкая каша. Или тушеное мясо. Но тогда это считался суп. Надо туда. Меда еще. Все, наш суп готов. Мы ждем нашу команду с гостем. Ресторан императорской певческой капеллы. Одно из самых уютных мест в Санкт-Петербурге. С детства знакомые адреса, знакомые имена. Мойка, певческий мост, капелла, Пушкин. Для вас бережно воссоздана обстановка и атмосфера петербургской музыкальной гостиной. Вас ждет традиционная русская кухня. Приходите с любимыми, с друзьями и с коллегами. Что, пожалуйста, Борис, смелее. Смелее. Спасибо. А что тарелочки пустые? Да подожди, сейчас присоед. А? Спокойно. Мне нравится, капитан уже нас опередил. Он последний раз, ему ничего не досталось. Он здесь давно стоит. Поэтому он теперь уже на камбузе первый. Я просто доделаю. Там есть моменты, когда доделают прямо перед подачей. А как часто вот англичане такой суп едят? Сейчас? Я думаю, вообще не едят. Не едят, да? То есть это уже история, да? Да, действительно. А с английской кухней вообще странная история. Это такая своеобразная кухня. У европейцев существует, вот в рамках ЕС, что называется, существует пословица, что французы ценят пищу качество, немцы количество, а англичане хорошие манеры за столом. Правильно. То есть вот где там вилка лежит, ножичек. Сервировка, вилка, ножичек. Пайфок, лок, там все дела. Это Капитагов. Это Капитагов. Густоватый супчик такой, да? А он будет как каша. Он и должен быть. Должен быть, да? Но проверить мы не можем, потому что проверить мы не можем. Да, не можем. Нет, конечно. Настоящий виндзорский суп вряд ли мы попробуем. Да, где-нибудь в Англии. Значит, будем довольствоваться вот этим. Кстати, Борис, вот в вашей жизни суп, он какое место занимает? Я могу, честно сказать, с моей первой. Суп я обычно ем на первой. Между закуской и первой. На первой, да. Обычно. Вкусно. Перловочка, да? Укропчик? Нет, петрушка. Петрушка? Перцу много. Ты просил. Это специально для вас. Поперчили хорошо. Когда густой суп дает, ну, такое вот, как пюре, да? Это уже, чтобы второе не просили, да? Ну, это да, да. Чтобы основного блюда не было. Теперь уже да. То есть сегодня у нас его и не будет. У вас будет десерт сразу. А, сразу десерт. Мы сегодня сэкономили на горячем. Угу. А что у нас будет будет десерт? Ну, существовал такой персонаж, вот, капитан наш должен вам рассказать был о нем. Его зовут Насильроди. Еще не рассказывал. Как-то и не рассказывал. Рассказывал про министерство. Министерство. Насильроди. А Насильроди, он был министр иностранных дел на протяжении почти 30 лет. А я исполнял Роди в кинофильме «Русский ковчег». Да? С Сокурова, да. Это вот тогда одним планом все. Да, да, да. Я исполнял Роди. Я исполнял Роди, я сказал, Борис, вот он как раз был небольшого роста. Спасибо. Я тоже. Я заметил. Я слышал, что он вообще не очень ли есть ребёнок. Навару. На бару. Если не давали на съёмку. Он был гурман, и вот он придумал множество блюд. Множество блюд придумал То есть он дипломат был Не слишком удачный А что же просидел 30 лет Был проводником воли императора Давайте какой-то найдем В этом виндзорском супе аналог В России Есть какой-то аналог в России Это смесь Я уже потом пробовал У меня такое впечатление, что это смесь солянки И тушеного мяса с перловкой Такой гуляш Кстати суп гуляш бывает Бенгерский суп гуляш Но это не русское блюдо Я смотрю, знаток, вообще кухонь мира Я часто ем И грибочки есть, да? Нет, грибов там А вот это что такое? Мясо, вот такое желтенькое Мясо, мясо, да Почему мне всегда непривычно есть Когда телезрители смотрят Как вы себя чувствуете? Когда телезрители смотрят, как вы едите Я чувствую себя виноватым Почему? Ну, потому что я ем А телезрители могут в это время это делать Да, но с другой стороны Если бы они могли Есть вместе со мной А для этого существует реклама Обычно вот когда идет реклама Телезритель может добраться до кухни Вот, налить там морсу СМЕХ Северные ягоды Северные ягоды Взять колбасы Взять колбасы Взять колбасы Взять мяшу перерабатывающего Завода Стрелец Стрелец Положить на хлеб Не будем говорить Какой-то карни Да Вот И догнать нас Правда Ну, так вот Не королевским супом Но Императорским Значит, вот этот десерт Вот этого министра Мы будем есть, да? Да А в чем суть десерта? Вокали из-под мартини Я просто буду делать Это каштановый десерт Он с каштаном Каштан? Каштан, шоколадный крем Взбитые сливки А каштан он с дерева Или из Парижа? Нет, он с дерева То есть наш каштан А какие каштаны считаются съедобными? Да, вот какие каштаны считаются съедобными? Каштаны в сиропе Они уже съедобные Они там растут в сиропе? Правильно, да А какие еще компоненты будут в этом десертке? Шоколадный крем, нет Шоколадный крем Крем из самих каштанов И взбитые сливки На украшение вишня парная Господа, я предлагаю не отвлекать повара Да Вернуться в рубку И продолжить наши беседы об аристократии У нас, наверное, еще что-то рассказалось Нерассказанное про английскую нафтью Нерассказанное, не таись Ну, тут много чего интересного можно рассказать Например, вот сейчас проходим Дворец бракосочетания У него интересная судьба Кстати, по-моему, первый вообще Самый первый в стране Дворец бракосочетания номер один Сначала дом, участок принадлежал Всеволожскому Был такой известный богач Он был меценат Он, опять же, у него был салон Одним из основателей общества знаменитого Зеленая лампа Один из Всеволожских был директором императорских театров Это вот, ну, как родственник Не прямой потомок Спящую красавицу Он, по сути дела, придумал Предложил Чайковскому сделать балет Это вот один из предков Кошкин бывал в доме здесь Кухня была великолепная В доме Всеволожского Короче говоря, обанкротился Разорился в конце концов Пришлось дом продать И участок И купил его фон Дерес Это был такой замечательный тоже человек Из узейских дворян Который строил железные дороги Естественно, на этом очень сильно разбогател И вот для сына его И выгодное дело строить железные дороги Для сына фон Дереса Перестроили этот дворец Очень модный архитектор был Красовский В то время в венецианском стиле В стиле венецианских палац И настолько хорошо перестроен Что где-то на рубеже веков Его купили для великого князя Владимира Александровича Ну а потом, естественно Когда революция пришла Особняк национализировали И чего тут только не было В том числе и дедприемник для беспризорных В 20-е годы А потом в 59-м году В 59-м году Дворец бракосочетаний А в это время на Камбузе На Сейроде, насколько я помню, был граф Поесть любил очень Ел, сам любил, сам придумывал Готовил, не думаю, что он сам готовил Но придумывал много То есть я думаю, что половину времени Своего дипломатического Он проводил на кухне у себя Воспитал огромное количество поваров Из крепостных и поваров, которые работали У него вышло большое количество шефов Причем очень знаменитых потом Вот, очень любил Англию В принципе, считал ее Главным союзником России Естественно, потому что он любил Англию Он любил английскую еду Значит, я любил делать пудинги Разные сладкие соленые пудинги Любил придумывать разные десерты Сейчас я попробую импровизировать Один из десертов, который делали В то время на кухне у Носероди Я буду использовать сливки кондитерские В те времена еще не было кондитерских сливок Были просто сливки Очень сгущенное молоко Я буду делать, так как у нас современные ингредиенты Поэтому я буду делать это из кондитерских сливок Одни сливки я смешал с какао Получился такой какао-крем Он не сильно сладкий У него сладость всего лишь кондитерских сливок Простые сливки кондитерские взбитые Они достаточно сладкие Какао дает горечь Тут горечи нет И каштаны Это будет каштановый десерт У меня есть каштаны цельные в сиропе Откроем сейчас Вот каштаны в сиропе Можем бокал с подмартини Начнем выкладывать вниз Положим каштаны Немножко меда Чтобы было слаще Кондитерских сливок Край обязательно надо вытереть Чтобы видно потом было Другие ингредиенты Шоколадный Крем-какао И вот так Выпрямляем Начинаем украшать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется пронести роты Давайте Прежде чем попробовать десерт по его рецептам Давайте Ну что Ну вот Что за человек был? Странный человек Непонятной национальности Ну сейчас-то понятно Я его исполнял Ну Ни о чем не говорит Карл Васильевич Карл Васильевич Карл Васильевич Он уже в возрасте За 70 Ушел в отставку Потому что Крымская война Ну В 1854 Да? В 1854 В 1856 А там не очень удачно мы выступили Совсем неудачно Мягко говоря Да Из-за этого его так Нет Ну а там еще был Парижский Парижский Мир подписали Совсем неудачный И полный крах внешней политики России Россия В общем Практически Ну как бы Отчасти будем говорить Потеряла статус Великой державы То есть империя С которой считались А тут просто другой Карл Васильевич Нет Ему как раз было уже На самом деле Как пора на пенсию На самом деле Он же Я уже говорил Был проводником Императорской воли В общем-то Николай Первый Он служил при всех императорах Поэтому Ну он начинал служить При Павле При Александре Первом А вот Министром стал Конечно При Николае Первым И 30 лет Николаевского управления Практически Все эти годы Он был Министром Иностранных дел И вот Десерт имени Начальник Начальник Пушкина Опять же Начальник Хельбекера Да Начальник Рябонедова И вот Десерт имени Этого человека Мы сейчас будем Порвать Десерт этого человека Интересно В каком году Он его изобрел После отставки Да нет Конечно долг Конечно долг Ну что Я думаю Что надо к каштанам Я вот честно говоря Честно признаюсь Я к каштанам никогда Не жареные Не вот маринованные Ну давайте попробуем На дорожку Выпьем морса Я пробовал каштаны Жареные Да Генеральный спонсор проекта Компания Стрелец Спонсор проекта Ресторан Перческий мост Благодарим компанию Балтикмастер Авторизованного Дилера концерна Электролюкс За предоставленное Оборудование Балтикмастер Профессиональное Оборудование Для предприятий Торговли И общественного питания Благодарим За помощь В проведении съемок Ресторан Дежавю Кафе Шантан Набережная реки Фонтанки Дом 30 Вот этой ерундой Вы занимались сколько? Минут 5 А каштаны Они только сверху Каштаны вот внизу С медом И сверху И сверху Да Ну что? Ну это достаточно сытная вещь Поэтому можно втроем Попробовать А вы опять с нами не будете? Первый капитан Вы опять с нами не будете? А потом гостю придется Я все отдельно Суп не ел Я пробовал все отдельно Это ложечка Спасибо Надо ложку до конца вставлять Чтобы все Чтобы каштан достать Да Ну как? Как в фильме Упало Борис вам как к гостю Спасибо Надо ложку оставлять до конца Или вот с каштанами Я вот туда уроню каштан А потом достану Я очень ягодки люблю Вишеньки Оставлю я тебе К сладкому, Борис Я хорошо отношусь к кладке К сладкому, да? Ну что? Значит, мед, сливки Нет, мед взбитый Сливки кондитерские Какао-крем И просто сливки для украшений И каштаны с сиропом И все это он придумал этот человек? Нет, он придумал разные вещи Это я думаю, что он придумал это тоже Потому что в то время Во-первых, сейчас время каштанов И вообще любили каштаны всегда Было каштановое масло Каштановое пюре Жареные каштаны были Каштаны на гарниры Мясные На самом деле У нас, когда мы уже как бы Готовы пришвартоваться? Да Потому что мы же не можем Все время гостя кормить Конечно Сколько гостя не кормим Все равно на берег Чтобы у нашего гостя Какое-то осталось Впечатление от нас От вас у меня давно Уже хорошее впечатление Осталось память От нашей кулинарной прогулки В дежавю приходите От того, что вы помните Что дежавю Это напротив цирка Через фонтанку Когда вы прилетите К кантону в ресторан У вас будет полное ощущение дежавю Да Мы уже где-то видели Мы с вами где-то встречались Мы с вами где-то встречались Значит Усвояем Короче говоря Сережа очень митиеватно говорит Я догадался Это подарок от нашего спонсора Спасибо большое Мясоперерабатывающего Подарок это значит Подарок чем хорош За подарок платить не надо Спасибо большое Это вкусно Это выглядит вкусно Это выглядит вкусно Это все из качественных продуктов По самой современной технологии Ну я тебе верю, Саша Ну а капитан у нас между прочим Ты и не верю Что о технологии Ты знаешь, конечно Я благодарю вас за приглашение Я честно говоря Так соскучился По своему родному городу Который я наконец вернулся И сразу попал буквально Не с корабля на балл А на корабль На корабль И проехался По очаровательным Любимым своим местам Приятной компании Спасибо вам Ну вот теперь Вошли титры Значит в передаче Принимали учет Все будет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok